Ежегодно 3 декабря во всем мире, в том числе и в Республике Беларусь, отмечается Международный день инвалидов. Его цель – продвижение прав инвалидов во всех сферах общественной жизни, а также привлечение внимания широкой общественности к проблемам инвалидов. Мероприятие, приуроченное ко дню инвалида, прошло в трудовом коллективе Барановичского молочного комбината. Воспитанники территориального центра социального обслуживания населения устроили выставку продажи изделий, изготовленных своими руками, и показали театральную постановку. Выставка-конкурс «Креативная наука» прошла в Барановичском государственном университете. Участие в ней приняли не только студенты вуза, но и ученики школ и гимназий нашего города. Сегодня православные верующие отмечают один из главных праздников церковного календаря – видение во храм Пресвятой Богородицы. Он связан с событиями раннего детства Девы Марии, посвящение ее Богу. Здравствуйте, уважаемые телезрители, в эфире программа Овести Барановичи. Ежегодно 3 декабря во всем мире, в том числе и в Республике Беларусь, отмечается Международный день инвалидов. Его цель – продвижение прав инвалидов во всех сферах общественной жизни, а также привлечение внимания широкой общественности к проблемам инвалидов. На сегодняшний день в Республике Беларусь насчитывается 568 тысяч инвалидов, в том числе около 32 тысяч инвалидов в возрасте до 18 лет, что составляет 6% населения Республики Беларусь. В нашей стране на протяжении последних лет внедряются стандарты безбарьерной среды. В Беларуси уже долгое время есть школьно-интегрированное обучение. Тем не менее, сегодня общество по-прежнему нуждается в коренном изменении отношения к инвалидности и ее концепции, которое включает как изменения в системе ценностей, так и углубление понимания проблемы на всех уровнях общества. Как в Барановичах отметили День инвалидов в первом материале выпуска. В Барановичском городском Думе культуры состоялся концерт, посвященный Международному дню инвалидов. Для гостей праздника была организована ярмарка талантов, выставка сувениров, изготовленных посетителями отделений дневного пребывания Территориального центра социального обслуживания населения. Перед началом мероприятия любой желающий мог измерить давление, получить консультацию медицинского работника, сотрудника гуроинспекции по чрезвычайным ситуациям. Этот день объединяет всех тех, кому небезразличны, сильные духом люди, которые умеют, вопреки любым обстоятельствам, уверенно идти по жизни. Этот день еще раз напоминает нам, что от непредсказуемых поворотов судьбы никто не застрахован. Но какими бы сложными они ни оказались, человек все равно остается человеком. Отношение к инвалидам всегда является показателем зрелости общества. Его способности бережно относиться к любому человеку, открывая ему возможности в образовании, в спорте, в поиске профессии, творчестве. Председатель городской организации Белорусского общества инвалидов Жанна Сосницкая принимала поздравления с юбилеем от тех, кто знает и поддерживает это общественное объединение. Отрадно, что круг таких небезразличных людей широк. Со словами поддержки и поздравлений к присутствующим обратился заместитель председателя горосполкома Алексей Гарбус. В этом году Белорусское общество инвалидов отмечает 30-летие со дня образования. За эти годы было многое сделано для признания людей с ограниченными возможностями обществом. В наше время стереотипы об ограниченных возможностях стираются. Общество перестает делить мир на инвалидов и здоровых людей. И это хорошо. Значит, наше общество развивается. Оно идет в будущее. И оно на правильном пути. Яркий пример успехи наших паралимпийцев в этом году, когда вся страна рукоплескала им за подвиг, спортивный и человеческий. Дорогие друзья, вы вносите существенный вклад в развитие нашего города и страны. Обладая недюжиной силой духа, вы доказали всем свою востребованность. Белорусское общество инвалидов – партнер государства в поддержке людей с ограниченными возможностями. Сегодня в мире проживает примерно 1 миллиард инвалидов, и все они сталкиваются с физическими, социально-экономическими и поведенческими барьерами, исключающими их из полномасштабного, эффективного и равноправного участия в жизни общества. В Барановичах проживает 9400 инвалидов с различными степенями утрата здоровья. По возможности для них создаются рабочие места, организовывается досуг, оказывается адресная медицинская помощь. В городе Барановичи проживают более 9000 инвалидов. Одни из них ограничены в передвижении, другие лишены возможности видеть этот мир, слышать его звуки. Но среди вас тысячи талантливых и удивительных людей. Усилия органов власти, общественных организаций, сегодня направлены не только на оказание помощи, поддержки и предоставление тех или иных льгот, но и на интеграцию людей с ограниченными возможностями в общество. Многое сделано, но нам предстоит сделать еще гораздо больше. Приоритетным остается совершенствование нормативно-правовой базы и создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам в необходимых сферах жизнедеятельности. В этот день поздравлением присоединились благочины Барановичского округа протереи Александр Дичковский и президенты Барановичского общественного объединения Белорусского общества инвалидов Жанна Сосницкая. Праздничный концерт и веселое настроение подарили всем присутствующим артисты городского Дома культуры. Уважаемые телезрители, нотариальные конторы города и Барановичского района информируют о проведении бесплатного консультирования по любым вопросам совершения нотариальных действий. Акция пройдет 7 декабря с 10 до 13 часов в Центре правовой информации Центральной городской библиотеки имени Валентина Тавлая по адресу улица Ленина, 51. Мероприятие, приуроченное ко дню инвалида, прошло в трудовом коллективе Барановичского молочного комбината. Воспитанники территориального центра социального обслуживания населения устроили выставку продажу изделий, изготовленных своими руками, и показали театральную постановку «Дом моего сердца». Каждая такая встреча не только приносит всем радость общения, но и дает возможность узнать что-то новое. Такие акции ТЦСОН уже стали традиционными. Воспитанники территориального центра социального обслуживания населения устроили настоящий праздник в трудовом коллективе Барановичского молочного комбината. Ребята поделились с каждым присутствующим своим теплом. Молодые люди подготовили выставку сувенирной продукции, на которой любой желающий смог приобрести неповторимые поделки ручной работы. Настоящим подарком для заводчан стала философская постановка «Дом моего сердца». При участии юношей и девушек, посещающих отделение дневного пребывания для инвалидов. Помогая преодолеть барьеры тем, кто не может это сделать в одиночку, мы делаем мир доступным для всех. Именно под таким девизом прошло мероприятие, приуроченное к Международному дню инвалидов в трудовом коллективе Барановичского молочного комбината. Молодежь с ограниченными возможностями территориального центра социального обслуживания населения города Барановича приняла активное участие, представив выставку-продажу изделий ручной работы, а также представить театральную постановку «Дом моего сердца», тем самым еще раз подтвердив, что быть непохожим, быть не таким – это не диагноз, который перечеркивает смысл слова «жизнь». Внутренняя красота, внутреннее богатство – это то, ради чего стоит жить, стремиться, созидать и просветать. Все проекты, организованные ТТСОН, призваны поддержать и объединить подопечных территориального центра, которые хотят развить в себе творческие способности. Ведь среди них очень много талантливых, трудолюбивых и интересных людей. В копилке ребят – ни одна музыкальная импровизация и театральная постановка, с которыми они выступают на предприятиях и в учреждениях образования нашего города. Среди полюбившихся зрителями найдешь заветную мечту и данка. Мероприятие завершилось, но оно обязательно продолжится в следующем году, ведь у ребят еще масса различных идей, которые каждый хотел бы воплотить в жизнь. Благотворительная акция «Чудеса на Рождество» стартует в Беларуси 5 декабря. Неизменные организаторы благотворительного проекта – БРСМ и БРСМ и БРСМ и ПРСМ. Символом акции является красная рукавичка, а своеобразной визиткой стала елка желаний. Такие зеленые новогодние красавицы, на которых волонтеры размещают открытки с пожеланиями юных воспитанников социальных учреждений, совсем скоро появятся во всех крупных торговых центрах страны. Традиционно в предпраздничные дни каждый ребенок ожидает чудо, и у него есть возможность написать желание Деду Морозу на красной рукавичке. А волонтеры постараются его исполнить. К слову, присоединиться к акции и стать добрым волшебником, исполняющим заветные мечты детей, сможет любой желающий. Акция «Чудеса на Рождество» уже который год пополняет копилку добрых дел республиканского проекта «Наши дети», приуроченного к новогодним и рождественским праздникам. Выставка-конкурс «Креативная наука» прошла в Барановичском государственном университете. Участие в ней приняли не только студенты вуза, но и ученики школы-гимназии нашего города. Ребята представили модели роботов, которые вызвали неподдельный интерес у жюри конкурса. Лучшие авторы работ были отмечены сертификатом участников выставки и дипломом победителей и приглашены для участия в проведении мастер-классов для преподавателей Барановичского университета. «Креативная наука» – так емко назывался конкурс, который прошел в Барановичском государственном университете. Причем участие в нем могли принять не только студенты университета, но и школьники. Основная цель конкурса – привлечение молодежи к научно-исследовательской работе. Идея проведения сегодняшнего мероприятия, выставки конкурса «Креативная наука» заключалась в двух аспектах. Первый аспект состоял в том, чтобы обеспечить так называемую креативную инновационную изюминку в работах, которые реализованы в инновационных проектах наших студентов и школьников. Второй аспект, соответственно, вытекающий из первого, мы предложили так называемую синергетическую массу для школьников из наших учреждений-партнеров. Выставка «Конкурс научных разработок студентов и школьников «Креативная наука» проводился с целью создания условий, способствующих развитию интеллектуального и творческого потенциала молодежи, вовлечения ее в научно-исследовательскую и проектную деятельность, содействия повышению профессиональной квалификации. Сегодня у нас, кроме студентов Барановичского государства университета, также свои работы креативного и инновационного плана представляют также учащиеся средних школ, гимназий города Барановича. Спасибо администрациям школы, управлению по образованию города за содействие проведения такого рода мероприятия. Направление нашей выставки-конкурса заключается в шести позициях. Это экономические, юридические, филологические, педагогические, психологические и технические направления с аспектом на информационной технологии. Критерии оценки представленных работ, актуальность заявленной темы работы и ее полное раскрытие, обоснование всех результатов и выводов, полученных в ходе исследования, новизна исследования, самостоятельность выполнения работы, практическое применение или значение проведенной работы, грамотность и логичность изложенного материала. Сегодня я вместе со своим проектом «Профориентация 2.0» или хэштег «Я в Сигер» принимаю участие в научной выставке. Наш проект заключается в том, что мы хотим увеличить количество поступающих в региональные вузы, в частности Баргу. Актуальность проекта заключается в том, что два раза в год мы обязательно должны проводить профориентацию. И если 10 лет назад обычного школьника можно было завлечь стандартной раздаткой, то сейчас этого недостаточно. И мы решили сделать комиксы с онлайн-опросом. Насколько процентов вы являетесь в Сигером? И на данный момент мы уже прошли на областной этап «100 идей для Беларуси» и сейчас ожидаем нашей экспертной оценки о нашем проекте. В рамках своих научных работ студенты кафедры психологии, факультета педагогики психологии предоставили свои проекты. Это как и психологические журналы, психологические видео, буклеты, которые направлены как для родителей, как для преподавателей, как для детей, как для самих студентов. К примеру, на нашем видео показаны различные психологические лайфхаки, где затронуты такие проблемы, как общение с детьми, ссора с любимым человеком, выхода с этих ситуаций и даже, к примеру, нападение маньяка. Даже у нас представлено в неком юмористическом виде, но оно имеет ценность и важно и актуально. Во время проведения выставки конкурса можно было получить объективную экспертную оценку проекта, а также узнать мнение о нем. Атмосфера мероприятия располагала к продуктивному нетворкингу. В течение часа экспертные научные комиссии будут определять лучшие работы. Лучшим учащимся будет предложено участие в научно-проектических конференциях нашего учреждения, образования на бесплатной основе, реализация конкурсов стартап-проектов, реализация инновационных своих идей в рамках нашего студенческого бизнес-инкубатора, для того, чтобы иметь возможность выхода в реальный сектор экономики и так называемой компенсализации результатов интеллектуальной деятельности. Это основная задача. Я считаю, что сегодняшнее мероприятие имеет успех, потому как за последние пять лет такого не проводилось в городе. И выставка именно конкурс креативных идей, креативная наука позволяет скомпоновать тот инновационный потенциал, резерв на будущее, который имеет возможность обеспечения результатов практического их труда. Лучшие проекты были награждены дипломами и сертификатами. А кроме того, в этот день в Барановском государственном университете все участники конкурса «Креативная наука» получили заряд позитива и уверенности в своих силах. В Брестской области в предпраздничные дни развернутся 110 елочных базаров. Торговые точки будут работать в городах и лесничествах. Они будут работать с 20 по 31 декабря. В том числе в Бресте елочные базары обустроят на 18 площадках. Они появятся во всех микрорайонах. Стоимость новогодних деревьев будет варьироваться в зависимости от их сорта и высоты. Так, цена елочки от 1 метра составит 7,5-8 рублей. Высотой до 2 метров будет стоить дороже – до 10 рублей. В прошлом году было реализовано 23 тысячи живых елей и сосен. Сейчас лесхозы ориентируются на такое же количество. Но заготовка деревьев будет вестись, исходя из потребительского спроса. Приобрести новогодние елки можно будет не только в городах, но и почти в каждом лесничестве. Также покупатели смогут выбрать для праздника альтернативные варианты – елки в катках или хвойные букеты. Православные верующие сегодня празднуют введение во храм Пресвятой Богородицы. Этот великий христианский праздник относится к вонадесятым неприходящим праздникам православной церкви, который установился еще на заре христианства. День этот считается великим двунадесятым неприходящим праздником, который в церковных песнопениях называется «Предвестием Божия благоволения к людям». У православных сейчас продолжается рождественский пост, однако этот праздник не теряет своей торжественности. Он установился еще на заре христианства, и первый храм его честь был воздвигнут в Иерусалиме еще в начале IV века. Уже не одно столетие, в день введения во храм Пресвятой Богородицы, люди приходят в церкви, чтобы вспомнить важные события из раннего детства Девы Марии. Согласно церковному преданию, родители Девы Марии, праведные Иоакин и Анна, молясь о разрешении Бесплодия, дали обет. Если родится дитя, то они посвятят его служению Богу. Когда Пресвятой Деве исполнилось три года, родители решили выполнить свое обещание. Собрав родственников и знакомых, одев Пречистую Марию в лучшей одежде, спением священных песен и зажженными свечами в руках, привели ее в Иерусалимский храм для посвящения Богу. Там встретил Марию первосвященник со своей свитой, в числе которой был Захария, отец Иоанна Крестителя. В храм вела лестница в 15 высоких ступеней. Казалось, маленькая Мария не могла бы сама взойти по этой лестнице, но как только ее поставили на первую ступень, Мария, укрепляемая силой Божьей, быстро преодолела остальные ступени и взошла на верхнюю. Затем, по внушению Духа Святого, Пресвященник вел Пресвятую Деву в самое священное место в храме, куда из всех людей мог входить только сам и лишь раз в году. Все присутствующие в храме удивились необыкновенному событию. Иоаким и Анна, вручив дитя воли Отца Небесного, возвратились домой. Глубокой тайной покрыта земная жизнь Богородицы от младенчества до вознесения на небо. Сокровенна была и ее жизнь в Иерусалимском храме. Но в церковном предании сохранились сведения о том, что во время пребывания при чистой Деве в Иерусалимском храме она воспитывалась в обществе благочестивых Дев. Прилежно читала святое священное писание, занималась рукоделием и постоянно молилась. Мария оставалась на воспитании в храме вплоть до совершеннолетия, то есть до 15-летнего возраста. Церковь учит, что праздник введения во храм Пресвятой Богородицы – предвестие благоволения Бога к человеческому роду, пробовать спасение, обетование и пришествие Христа. Поступок родителей Марии церковь ставит пример всем верующим, указывая, что истинные христиане должны воспитывать в своих детях любовь к Всевышнему с самого раннего возраста, как только ребенок начинает понимать окружающий мир. Дождь с мокрым снегом, гололедица и до 3 градусов тепла ожидается в Беларуси 5 декабря, сообщили синоптики. В среду будет облачно с прояснениями. Ночью и утром выпадут осадки. Дождь, мокрый снег. Днем ожидаются кратковременные осадки. В основном мокрый снег. Местами слабый туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер прогнозируется южный с переходом на северо-западный – 4,9 м в секунду. Температура воздуха в течение суток составит от минус 2 до плюс 3 градусов. Эта информация мы завершаем сегодняшний выпуск. Всего вам доброго. До свидания.